всем привет привет вот и к нам на кубань наконец-то пришла зима весь декабрь и вот половина января было достаточно тепло прям иногда очень даже прям жарко можно сказать на недельку пришли морозы и сегодня ночью было минус 9 и ближайшие три ночи также передают минус 9 примерно так сейчас у нас день на улице минус 5 елочку снежком припорошила снег выпал я одела свои теплые ботики и бегу тепличку проверять как там мои цитрусы вот зашла в тепличку сейчас буду посмотреть проверять как здесь чувствует себя по ощущениям достаточно тепло вроде бы всем комфортно батареи у нас отопление работает конечно же как всегда так топим дом так топим и теплицу естественно не отключаем здесь у нас стоит такая вот пушечка как я уже сказала ночью сегодня было минус 9 сейчас на улице минус 5 вообще на запасе таких три пушки на всякий случай чтобы можно было поставить на эту сторону теплички на ту сторону теплицы и еще в запас ну не знаю на вход например одну но это уже на самый крайний случай когда у нас бывает допустим минус 20 редко но все же запас должен быть поэтому пушечка сейчас нас работает небольшая конечно не на всех оборотах так для поддержания для прогона воздуха туда-сюда поэтому всем растениям здесь хорошо сейчас посмотрим какая все таки температура у нас в теплице на данный момент так на данный момент у нас плюс 10 плюс 11 градусов принципе очень даже хорошая и комфортная температура в наличии конечно еще много цитрусовой красоты отличные сорта привезла в декабре новые поставочки будут с февраля с марта в зависимости какие это будут растения садовые либо экзотические либо цитрусовые в общем всему свое время конечно же сейчас холодно но тем не менее с февраля и с марта поставочки уже начнутся уже будет теплее и быстренько пробегусь расскажу что осталось сейчас наличие вот такие классненькие мандарины киноу небольшом количестве мандаринчики панкан еще пока есть из чего выбрать и пестролистные варигатные мандаринчики уншио осталось всего две штучки и у нас здесь клементин спиноза танжела мапу почему такая такая вот сейчас красота многие цитрусовые начинают зацветать молодые приросты бутончики чем все как и положено разные сорта зацветают в разное время бутоница здесь у нас клементин аноси здесь вот мы тоже видим то есть обрезочка была как вы видите здесь сделано в питомнике сейчас уже в моих условиях начинаются новые приростики и бутончик часто задают вопрос почему ваши цитрусовые сейчас цветут какие-то зацвели у меня в декабре какие-то вот в начале января сейчас ближе к середине января а у меня цитрусы не цветут подскажите виктория как заставить мой цитрус цвести цитрусы все разного возраста то есть у меня здесь теплички определенный возраст определенный сорт у вас допустим совсем другой и сорт и возраст и прививка молодая там ну не знаю вообще варианты разные и как чувствуют себя то есть допустим может быть ваш цитрус находится в стрессе в общем вариантов великое множество почему ваш цитрус не цветет как тогда раз он не цветет заставить его чем бы таким его волшебным полить чтобы он у меня быстренько дал новый прирост желательно сразу с бутонами и было бы мне вот прям счастье ответ всегда пишу всем один и тот же но конечно не всех он устраивает но тем не менее лучше отстать от своего цитруса дождаться тепла ничем его не стимулировать не поливать дополнительно не удобрять потому что возможно это уже будет перебор то есть я же не знаю когда последний раз вы удобряли чем и так далее соответственно лучше его не трогать световой день увеличивается соответственно всему свое время разному сорту свое время и вообще в разных условиях по-разному зацветут ваши цитруса у кого-то на неделю раньше у кого-то на неделю позже единственное что конечно же может застимулировать быстрому цветению это и приростом это тепло то есть дайте своим цитрусом достаточно количество тепла достаточно количество света и они в принципе не заставят себя ждать если они подходят по возрасту дальше у нас здесь клементинчики аму а8 достаточно хорошие кустики уже подросли немножко уже моих условиях окрепли молодые приростики которые были пигментированный клементин очень классно всегда его всегда беру заказываю так там у нас стоят апельсины здесь у нас по моему четыре сезона в небольшом количестве син ваниль я опера мандарины пикси долгожданный сорт и немножко аркабалов большой пятачок лимончика ванильного бескислотный лимончика барнео с ароматом бергамота здесь такой вот пятачок стоит немножко лайм неаполитану лиметта дольче романа также имеет такой отдаленный аромат бергамота там бутонятся у нас апельсинки поближе не буду подходить надо сорта смотреть на основном это сангвенели и мускатные муркот и мандарет осталось буквально тоже 6-8 штучек не больше ото 38 пигментированные апельсины таро когало немножко микроцитрус bloodline два кустика это аркабалы по скидочкам по уценочкам вчера фотографировала пока не убрала также уже вот с такими сочными классненькими и мощными приростами чем все у нас отлично все в порядке растениям классно ждут переезда в новые домики ну и пока для вас снимала у нас уже выглянуло солнышко и тепличка сразу заиграла конечно новыми яркими красками отвечу на самые распространенные вопросы какая минимальная температура здесь у меня зимой все зависит конечно от температуры за бортом так я называю на условно улицу но вот максимально когда у нас было примерно минус 17 градусов здесь было три градуса это длилось примерно три ночи днем соответственно теплее иногда солнышко иногда без солнышка но в любом случае днем здесь всегда теплее чем ночью поэтому ночью при минус 17 у меня здесь плюс 3 это самый самый минимум здесь стоят конечно и цитрусы и плодовая экзотика общем все все на свете стоит здесь единственное что вот такие растения как кофе так и более теплолюбивые я ставлю ближе к батарее просто ну и малыш не иногда тоже подставляю батареи поближе чтобы просто было больше тепла самый такой пиковый момент минус 17 в основном у нас если мы берем среднюю температуру по нашему району то зимой у нас приблизительно минус 10 минус 15 в общем вот в этом диапазоне такие температуры чем когда здесь минус 10 минус 15 ну грубо говоря в тепличке примерно плюс 5 плюс 7 плюс 10 зависимости от того как топим ставим ли пушки либо просто батареи в общем всего этого хватает многие я знаю очень переживают начинают дополнительно утеплять очень сильно греть нагревать ну принципе это не обязательно то есть это не считается холодной зимовкой потому что это кратковременное явление минус 15 минус 17 то есть буквально три ночи ну максимум там неделька если же у вас конечно средняя полоса россии северные регионы естественно вам такой способ отопления возможно как у меня и не подойдет конечно же каждому региону свой вид отопления я рассказываю про наш регион краснодарский край принципе такой вид достаточно вполне подходит какая красотища сейчас в тепличке небольшое солнышко лимончик мейер бутоница апельсины сангвинелли классно помыла фрута роза гонит вот такие мощные большие обалденные бутончики сразу же видно породу видно что и плод будет большой бутоны просто громадные лимончики пинк эврика при достаточном количестве солнышко приобретают вот такой розовый окрас на молодых приростах здесь тоже видно видите какая красота белый белым зеленый розовый на цитрусовых ну согласитесь смотрится просто великолепный обожаю этот сорт мякоть плодов тоже будет розовая и сейчас вот так выглядит лимончики пинк эврика с розовыми приростами зацветает грейпфрут такая вот тоже красотища аромат супер плементины новом в ударе вот такое буйное цветение для клементина в принципе это нормальная ситуация такие красавчики чем все цветут будут скоро завязи буду вам постепенно все показывать из плодовой экзотики начинает зацветать личи вот такие него классные метелочки это все бутончики скоро раскроются и будут полноценные цветочки буду переопылять как всегда видео про переопыление опыление личи есть уже на канале первый урожай в моей тепличке также есть на канале вы можете посмотреть найти все эти видео чем личи зацветает кто хотел себе цветущий личи как раз самый вариант его заказать груми чама скоро тоже будет выдавать новые приросты видно как набухли почечки небольшом количестве суринамская вишня там сзади стоит осталось есть анон и привитые сортовые и вот в таком небольшом количестве буквально две штучки манго манго уже тоже выпустили цветочные стрелочки начинают зацветать два саженца в наличии ты который еще хорошенький прям при хорошенький сорт кейт также есть еще пауценочки небольшие варианты и вот такой манго он не очень пышный но он с плодиком все-таки ждем когда он все-таки дозреет манго кейт вот такой сейчас красавчик бомбячий уже достаточно крупный думаю скоро уже начнет менять свой окрас нужную сторону и начинать созревать так аккуратненько чтоб не отпал далее есть сапота сапота белая саженцы тоже привиты и вот она отсвела и посмотрите есть завязи прям их уже хорошо хорошо видно внизу на продолжает еще цвести принципе завязывает завязи свои без проблем проблем пока я не наблюдала вот здесь еще такая гроздь из завязей ну и конечно же отцветает продолжает завязываться такая вот на сегодня красота теплички ну а я вам желаю удачи бурного цветения ваших цитрусовых хороших урожаев и до встречи